привет дорогие друзья я сегодня в непривычном виде в домашнем так сказать халате ну по голосу наверно все поняли что со мной случилось я вот еле нашла в себе силы немножко чуть-чуть подкраситься ну совсем губы брови из халата вылезти силы не нашла поэтому простите меня сижу в кровати заболела я заболела и сегодня уже по моему третий день или четвертый даже я уже сбилась я до сих пор вот совершенно в каком-то таком размазанном еще состоянии простуженном больном но заболела я модной старой модной болезни то есть вот первый раз вы представляете за два года я ни разу не болела модной болезнью которая уже сейчас перестала быть модной потому что у нас новая модная болезнь если вы конечно все слышали наверно про обезьянью оспу которая сейчас все все с криком и ужасом кричат новая новая пандемия спасать кто может ну кстати я хочу сказать что я слышала что люди родившиеся до 82 года то есть люди не очень молодые а все все кому делали прививку от оспы мне делали на всем людям моего возраста делали они не могут ей заболеть потому что прививка от оспы вот от обычной она защищает от обезьянь и оспы тоже то есть мы как бы с вами безопасности а люди которые помоложе ну в общем там тоже всякие нюансы есть не будем сейчас углубляться вот но тем не менее поэтому я думаю что паника паника напрасно но посмотрим вот так вот это уже новая модная болезнь а моя модная болезнь это старая модная болезнь которая настигла меня все-таки через два года после того как все уже переболели и забыли про нее она уже вообще сошла со всех радаров и тут меня накрыло понимаете смешно да вот такой я везунчик ну что делать я должна сказать что болею я тяжело у меня прямо три дня была высокая температура я валялась селедкой на этой кровати принесла вот компьютер рабочий сюда потому что я не хочу шастать по дому распространять свои вирусы а работаю я вообще обычно в другой комнате но поскольку я от скуки даже немножко пыталась работать первое первый день что-то был четверг я еще было более или менее ничего и я просила мужа принести мой рабочий компьютер с кабинета и говорю я немножко поработаю ну так чем не валяться просто вот расположила его сюда у меня тут нету спальни рабочего места но у меня есть такой вот этот беленький маленький столик на котором обычно стоят у меня какие-то вазочки там коробочки с украшениями разные вот такой вот цветочек у меня там стоит ну в общем я все это выгрузила поставила его сюда у меня знаете в спальне плохой вай-фай и я бы хотела сидеть у окна но у окна у меня очень плохой вай-фай поэтому я мне так телефон там обычный компьютер тянет а вот рабочий компьютер там тяжелые всякие вещи поэтому он значит не тянет у меня поэтому я тут у двери примастилась углу да и вот значит работала с первый день потом совсем не стала хренонько и я просто вот залегла и лежала совершеннейшим таким знаете тушкой тельцем бездыхан действительно было очень тяжело как прям такая температура я избивала она не падала я избивала она не падала в общем люди некоторые болеют как совершенно даже и не чувствует ничего а у меня конечно все это прошло как как по книжке как по написанному настоящий такой знаете вирус вирс вот сегодня мне получше сегодня воскресенье я вам записываю это видео на понедельник чтобы вы меня не потеряли потому что мне обычно по понедельникам уходит видео значит вот я собрала себя в какую-то такую знаете субстанцию чтобы только вот сесть возле камеры что-то записать конечно ходить я никуда не могу ни по каким магазинам и даже вот дома делать какие-то переодевалки примерки я честно говорю у меня тоже нет на это сил абсолютно то есть я как бы вот еле-еле вот так вот усадила себя в халате и то у меня это накрасила губы это взял у меня масса энергии я стою дом это сделала вот и а и кроме всего прочего вы знаете я в своей комнате нахожусь как бы в изоляции типа в заперти ну как бы не дождь в изоляции но я стараюсь не зачем я буду ходить по дому и не говорю про любая собственно любой вирус любая простуда лучше не таскаться по дому и не чихать и не кашлять чтобы не заразить всех доме вокруг а у меня одежда моя значит в основном здесь у меня в шкафу в этой комнате но у меня есть часть обуви сумки какая-то верхняя одежда она находится в другом шкафу в другой комнате а я стараюсь не шляться по дому поэтому так сказать мне с примерками тоже не очень получится хорошо сейчас так что я вот пока выпала из обоймы выпала из строя очень конечно все обидно потому что я смотрю на улицу там прекрасная погода 19 градусов светит солнышко все люди гуляют все люди там на улице сидят во дворах пьют кофе жарят мясо а я вот сижу в заперти совершенно как бы не в состоянии как бы никуда пойти это очень всегда обидно знаете в зимой болеть легче когда мы сидишь дома все равно холодно все равно противно когда болеешь летом это очень неприятно потому что летом хорошая погода хочется гулять и в общем тут дети носят по дому я очень надеюсь тех не заразила за три или четыре дня болезни сколько же я подождите заболел четверг пятница четверг 5 суббота воскресенье значит четвертый день сегодня я скинула два с половиной килограмма вот бойтесь своих желаний это называется девочки я так хотела похудеть я все время пыталась 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 у меня ничего не получалось вот течение последних ну на года вот может даже двух но вот как вот с тех пор как я засела дома и работаю из дома вот и и тут за четыре дня два стола кило вы понимаете я вам хочу сказать я не голодала абсолютно я как бы питаюсь я у меня не пропал аппетит вот это что что аппетит у меня никогда не пропадает ни при каких болезнях я отлежу температура 39 но пожевать было бы чего-нибудь не против короче очень здоровый аппетит у меня короче говоря значит я ну просто такая ситуация что опять же благодаря тому что я стараюсь не не ходить особенно особенно на кухню не ходить чтобы там своим кашлем не обчихивать еду и тарелки я в общем мне приносит еду мальчишки или можно можно работе целый день мальчишки значит ну вы знаете пацаны подростки они как бы заботятся о маме ну не дождешься же называется вот рожаешь рожаешь потом стакан воды некому подать ну в общем я конечно это утрирую на самом деле они тоже один ходит в школу другой ходит на работу поэтому я не могу так сказать что я прям уже тут они они должны быть моем распоряжении в течение всего дня потому что у них тоже свои дела вот но и поэтому я хочу сказать что мне там приносили еду в принципе но как бы ну как бы три раза в день я ела вот вот это самое главное хочу сказать вот что значит вот я действительно питалась нормально они ничего такого не приносили там утром бутерброд с кофе днем там какой-нибудь я не знаю еще что-то там вечером уже муж приходил и кормил меня как положено но состояние того что я сама не могу пойти вниз запустить руку руку в мешок с орехами запустить руку в коробку с печенюхами запустить руку в коробку с финиками например или сухофруктами понимаете я вроде бы так сама себе говорю я же не ем ничего вредного но печенюхи я немножко приукрасил я на самом деле не ем никаких печенья я могу есть сладкого съесть очень маленькую вот такую совсем крошечную черную шоколадку у нас есть такой магазин косткой там продается в пакете большом-большом мешке ну вот вот как знаете вот такого размера шоколадки в упаковке каждая из них запаковано поэтому вы берете одну раскрываете кладете в рот она размером вот с обычную обычный кубик шоколад шоколадной плитки но она отделена значит она запакована поэтому у вас так получается что вы взяли одну взяли две но это не то что перед вами лежит шоколадка и вы значит ее точьте а вот так открыли одну другую вроде бы как уже наелись так вот я могу съесть одно или две вот такие вот шоколадки максимум почему-то черный шоколад он не особенно имеет сахар ну в общем вот это вот мое но вот тем не менее эти орехи сухофрукты и две маленькие черные шоколадки которую я не имела возможности значит запустить туда свои свои щупальцы она как бы вот понимаете сыграла некоторую роль потому что я же не буду своих детей гонять и кричать бен принеси мне принеси мне орехи шон принеси мне шоколад я еще знаете такой человек вот это мое счастье несчастье вернее но в этом случае удачно получилось что я очень не люблю никого не о чем просить для меня попросить кого-то что-то для меня сделать это равносильно ну не знаю там наступить себе на горло я вот такой такой вот такое воспитание дурацкое получила своей интеллигентной семье что я абсолютно не могу никого не о чем просить для меня это просто вот хуже керосина но я даже в обычной жизни скорее сама все сделаю за кого-то чем буду кого-то просить то же самое на работе я за кого-то сделаю все чем я кого-то буду просить чтобы мне там что-то сделали то же самое дома так вот просить пацанов чтобы они бегали таскали мне какую-то жрачку мне просто даже как-то не углу не то что неудобно но я не хочу их никого беспокоит своим присутствием своими болезнями вот и так получается что вот я так сижу себе тут своей комнате никуда не хожу и в результате вот 2,5 кило минус ну конечно еще болезнь я понимаю любой человек это болеет он худеет даже не потому что он мало ест а просто вот видимо какая-то какие-то процессы в организме происходит всегда человек когда болеет он как-то вот худеет даже это не только потому что еда а потому что в принципе болезнь но я думаю что и не да тоже очень сыграла в этом значении то есть при нормальном питании имеет трехразовое питание я умудрилась похудеть на 2,5 кило за четыре дня потому что не тягала то что не надо лишнего понимаете но это конечно я понимаю это нездоровое похудение это болезнь и все такое но просто рассказываю как смешной факт я понимаю что как только я выйду из освобождения из своей изоляции эти 2,5 килограмма налепится на меня с той же скоростью с которой они с меня отлетели я думаю даже быстрее я думаю что за один за два дня они ко мне вернутся вот вот такой девочки апдейт вам хотела записать и я думаю что скоро я уже как бы вот пар дней я еще посижу наверное во вторник я уже выйду на волю и я уже смогу пойти в магазин и я уже потому что у нас сейчас официально 5 дней вот карантин если вы заболели ковидом 5 дней нужно находиться в изоляции нельзя никуда выходить из дома в среду я должна идти на работу тоже позвоню завтра своему начальству спрошу если они хотят меня видеть со всеми моими соплями ковидными может он скажет сиди сиди дома лучше работать дом вот и но в принципе официально я могу уже пойти куда-то магазин и я уже свободно если я буду все нормально чувствовать потому что если честно вот как бы официально пять дней но я серьезно вот сегодня четвертый день четверг 5 суббота воскресенье до четвертый день то есть завтра фактически будет полных пять дней понедельник во вторник я смогу выходить но сегодня четвертый день я до сих пор еще такая знаете очень не очень то есть я бы сейчас не пошла никуда ничего записывать я же говорю даже дома вот какие-то переодевалки устраивать я бы вряд ли смогу вот но надеюсь что я буду себя лучше чувствовать и смогу вам что-нибудь записать может быть просто обзор может не без без переодевалок просто так пройдусь по магазинам что-нибудь вам коснула все девочки надеюсь что вы в полном здравии надеюсь что у вас все хорошо всем привет из канады люблю целую пока пока увидимся скоро не теряйте меня бай-бай